Финальный раунд Кубка Стэнли в Национальной Хоккейной Лиге продолжает свою работу в городе Чикаго, штат Иллинойс. Шестой матч в серии Тампы Бэй Лайтлинг, Чикаго Блэк Оукс начинается на арене Юнайтед Центра. В то время как Чикаго получает шанс сегодня завершить раунд и завивать Кубок Стэнли на своем поле, в составе Тампы очередная интрига. Травмированная в прошлой игре Никита Кучеров находится под вопросом на участие в сегодняшней встрече. Высокие обороты в стартовом отрезке для обеих команд. Кучеров заявки, как обычно играет на втором звене на правом фланге. Чикаго все эффективнее соперника на вбрасываниях, много комбинирует и перебрасывает Тампу 13-4. Но оборота молнии во главе с Беном Бишоп на месте. Во втором хозяева делают ставку на позиционную игру в атаке, а Флорица играет в давлении. Получается у первых на 18-й минуте отрезка. Блестящий пас Патрико Кейн на паузе в нейтральной. Танкинки настреливает с ползоны. Бишоп справляется, но не контролирует. Китро-сторопнейший, что добивание. И первым открывает счет. 1-0. С начала третьего молнии прибавляют в агрессии, увеличивают скорости. Время, как ястребы отличают редкими контратаками. И вновь удача на стороне хозяев. На 15-й минуте периода. Бенден Сад привозит на ряд в зону. Рэнд Ричардс хитро простреливает на дальнюю. А Патрико Кейн с метра простреливает Пенопишоп. 2-0. Отчаянно стараются молнии, но Чикаго Блэк Окс доводит дело до конца. Одерживает четвертую победу в финальном раунде. И первый раз, начиная с 1938 года, выигрывает Стэнли Кап на своем льду. А перед самым ценным игроком, плей-офф Кубка Стэнли, или Конс Май Трофе, достается танкино-кит.